Bonsoir, chers amis. Je vous attends, on va bientôt commencer notre marathon. Начнем наш марафон. Подожду сейчас всех вас. Voilà, уже подключаются. Сейчас будем с вами проходить третье и последнее стихотворение. Елена, София, Таня, Ирма, наверное. Другие логины не прочту. Сейчас подождем немножко. Последний третий день у нас уже было два стихотворения во вторник и в четверг. Все стихотворения были полегче, потому что они были похожи на стихотворение. Вообще, мне нравятся французские стихотворения, потому что у них есть внутренняя структура. То стихотворение, которое сейчас мы будем учить сегодня с вами, оно даже не похоже на стихотворение. Вот вы должны его понять, почувствовать, осознать и рассказывать. То есть это, можно сказать, даже проза. И поэтому будет важен ритм, будет важно то, как вы его будете чувствовать. Merci beaucoup, c'est une robe. Спасибо большое. Voilà, Ольгу вижу, Вику вижу, да. Сейчас еще подождем, нас уже несколько, да, много человек уже. Немного, нет, еще пока немного не вижу. Voilà. Mais bon, мы организуем этот марафон совместно с библиотекой иностранной литературы и франкотекой, так что подписывайтесь на них. Вот. Если вы пропустили предыдущие стихотворения, смотрите их в наших, на нашем канале YouTube, подписывайтесь на него тоже, там очень много всего разного. Для того, чтобы в марафоне вы можете вообще еще записываться, если вы еще не записались, если вдруг случайно вы попали, увидели это видео, до 15 апреля 2020 года вы можете записываться на марафон. Для этого нужно зарегистрироваться, быть подписанным на три аккаунта, это наши библиотеки и франкотеки в инстаграме, опубликовать в сторис то, как вы читаете стихотворения и нас отметить всех троих, и плюс отправить нам и перевод стихотворений и видео на почту, чтобы мы могли проверить. Валя, все достаточно легко, мне кажется. Конечно же, нужно поработать, чтобы стихотворения были красивыми, потому что самые красивые стихотворения, самые красивые переводы выиграют призы. Это будут бесплатные курсы онлайн, которые у нас обычно платные, мы вам в подарок дадим по вашему уровню, там и А1, и В1 есть, и А2, и различные тематические курсы, то есть будет интересно. У нас еще с франкотекой совместно проходят новости каждый день, в будний день, в 15.00, в нашей встрече в Facebook тоже подписывайтесь, вот подключаетесь на встречу, и там в 15.00, иногда мы чуть опаздываем, но на минутку, на две буквально из-за технических каких-то моментов, не всегда мы можем в это время подключиться, потому что, наверное, очень много людей там. Мы начинаем комментировать новости, и у вас еще дополнительно до этого есть документ, по которому я работаю, и это новость, которую вы уже должны открыть, и, в общем, это очень хорошо и для чтения, и для лексики, и для грамматики, потому что я все это объясняю. Voilà, вижу Наталью, Елену, Юрию. Как я буду сейчас работать с стихотворением? Я его читаю сначала медленно, чтобы вы его немножко почувствовали, потом мы будем читать по слогам, потом по строчкам, а потом я отмечу некоторые моменты, которые мне кажутся самыми сложными. Здесь само стихотворение, его структура, она сложная, потому что, еще раз повторяю, похоже на прозу. И чтобы прозу красиво рассказать, это требует определенных усилий. И в конце я прочитаю чуть быстрее. Давайте начнем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 увидеться как можно скорее. Не похоже на стихотворение, я думаю, для вас, но те, кто уже с французским языком и поэзией знаком, думаю, что уже могут оценить. Я тоже думаю, что очень красивое. Теперь по слогам. Я буду маленькими кусочками читать, вы повторяете, и вам нужно хорошо артикулировать. Слушаю я ваше стихотворение, и вижу, что вот прям нет вот этого движения. Можно даже закрыть глаза и почувствовать, что вы не открываете достаточно рот. И еще один момент, вы должны осознавать, что практически все формируется кончиками губ. То есть вот я такое упражнение все советую. Можете себе на бока нажать вот так вот, и вот здесь. И вот здесь практически все, кроме звуков У и О, которые дальше образуются. Остальное все вот здесь. Так что вам нужно стараться как можно больше этот звук выдавить. Я к своим ученикам на фонетике говорю, что вы как тюбик зубной пасты из себя. С, ВОАР, ЛЮ ПЛЮ, ПОСИБЛЬ. И все звуки образуются именно губами. То есть иногда мне кажется, что вы вот так рот открыли, ну чуть-чуть открыли, даже не совсем много, и уже говорите что-то, а губы совсем не двигаются. Во французском не так. Именно то, какую форму будет иметь звук, зависит от формы губ. Вот смотрите на себя в зеркало, когда будет читать стихотворение, чтобы они двигались. Но ибо, ОНИВА, ВАКОМОНСЯ. ПОСИБЛЬ. СЕ ВОАР ЛЮ ПЛЮ ПОСИБЛЬ. СЕ ВОАР ЛЮ ПЛЮ ПОСИБЛЬ. Повторяйте. СЕ ВОАР ЛЮ ПЛЮ ПОСИБЛЬ. СМОТРИТЕ НА ГУБЫ. СЕ ВОАР ЛЮ ПЛЮ ПЛЮ ПЛАСИБЛЬ. Ensuite, sans qu'un désir nous trompe ou qu'un remords nous ronge. Vivra d'eux et de nez son cœur à tout moment. Respecter sa pensée aussi loin qu'on y plonge. Faire de son amour un jour au lieu d'un songe. Et dans cette clarté, respirez librement. Ainsi respirez l'heure et chantez son amour. Vous dont chaque pas toucha la grâce suprême. C'est vous la tête en fleurs. Обратите внимание, как широко. La tête en fleurs. И язык всегда плоский. La tête en fleurs. Если он вот так встанет, то уже будет забитый звук. Не будет возможности звука выйти. Ensuite. Qu'on croirait sans souci. C'est vous qui me disiez qu'il faut aimer ainsi. Et c'est moi, vieillant fond du doute et du blasphème. Qui vous écoute et pense et vous répond ceci. Oui. L'on vit autrement. Mais c'est ainsi qu'on aime. Voilà. Теперь давайте по маленьким кусочкам. Здесь главное тянуть. Когда вы заканчиваете, нужно закончить высоко. То есть не опуская, как это в русском принято. А во-вторых, каждое слово, когда вы заканчиваете, вы должны сосредоточиться именно на конце этого слова. Сейчас покажу. Например, если бы я говорила в русском, сосредотачиваясь на каждой конечной букве, то это звучало бы так. То есть это тенденция противоположна тому, что мы делаем в русском. Потому что в русском мы можем конец слова немножко съесть, проглотить, не произнести, оглушить. Во-французском это невозможно, это будет уже не по-французски. И то есть вы можете даже делать это упражнение по-русски. Пытаетесь вот так говорить, когда вы обращаете внимание на конец слова, наоборот. И вот сейчас я буду читать именно вот это мне важно. Потому что, когда опять я слушаю стихотворение, возникает ощущение, что вы набрали сил, произнесли строчку, а в конце вы уже расслабились. Во-французском не так. Во-французском они могут, наоборот, иногда начало не совсем четко произнести, а конец будет иным. То есть таким более динамичным, более ярким, более таким экспрессивным. И вы к этому должны стремиться. Так вот. Поехали. 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 Главная ваша задача в этом стихотворении – добиться такого ощущения, чтобы было всё плавно, красиво, чтобы вы рассказывали это. Сейчас на одной строчке ещё покажу один момент, и потом перейду к деталям. Даже если вам… Не торопитесь никуда. Если вы будете торопиться, не возникнет ощущения, что у вас всё легко получается. Это не от этого. Вот это ощущение лёгкости не так производится. Вы должны сначала делать гимнастику, потренироваться, много произнести по слогам, отработать все вот эти закрыто-открытые звуки, быть уверенным в том, что у вас рот хорошо открывается, и потом уже эмоции прибавлять. То есть смотрите, даже если я буду очень медленно сейчас произносить, ощущение рубленности не должно возникать. Например, с его люблю пуссиблю и сэмэсс ульман саввиз и суда и ту во сам он не масса мужа вот то есть не рубите можете как угодно это каждая пауза вашего каждая вот это вот цезура должна быть немножко более вдумчивой попробуйте иногда лучше стихотворение отложить можете опять к первому приступить если вообще еще ни одного 1 2 3 не посылайте пока ничего опять к первому переходите по 2 3 вам нужно на данном этапе пока приучить свой речевой аппарат тому что вы вот так вот именно читаете и артикулируйте именно на дыхание нужно сосредоточиться что тут интересно здесь принципе не очень много сложных моментов для нас мне кажется самое сложное как раз таки конец слов потому что здесь они звонки и достаточно масса уже уже пляжа когда вы произносите вот этих же тут еще где-то ше было только что туша по-моему там было да тоже тоже шаг по тушь олега вот это вот ш и же округленные во французском языке очень четкие не послушайте себя чтобы это не оглушали давайте произнесем это и все вот четко и главное что партикуляция была ни в коем случае не напряженная но округленная масса уже ложь уже со уже вара это делаете потом еще носовые есть посмотрите у нас на канале youtube есть отдельное видео про носовые не очень он там визуально красиво но информация есть я быстро записывала давно но она очень полезная так что посмотрите и мне очень нравится десятка открытые у и здесь совсем мало но они сложные например в слове данный да дан 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 это не о как ну да тут и о когда мы удивлялись предыдущих было видео это данный плюс еще в слове но 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 ох 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 это тоже о и еще у нас имя но это тоже открытые а когда будете читать стихотворение именно вот на эти три слова обратите внимание открытую вас о или не открытая больше здесь ничего сложного нет кроме самого стихотворения вот этой к структуры прозы теперь я чуть-чуть его буду быстрее читать уже все вы можете отдохнуть потом будете пересматривать и фирмы сохраним начинаем б Så goofus были площадке у меня нужно oper собирать и заклюзgar за то еще и забавим со sacar Phewa и дальнейшим подс essays свет бы до называемого о чем ник род TI родIT в хорошем но не донесу на поле cui сказал для остав命 Субтитры создавал DimaTorzok Et voilà, c'est tout. И надеюсь, что вы кому-нибудь когда-нибудь расскажете стихотворение, потому что если вы еще и переведете его, очень оно красивое, глубокое и, как всегда, про любовь. Так что всегда его можно рассказать кому-то. Бейбо. Да, 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 мне тоже очень нравится. Я рада, что вам тоже понравилось. Бо. До скорого. И романтично, да. Ну что мы будем делать без романтики, тем более в карантин. Если вы вдруг не со своими любимыми можете им прочесть, они вдохновятся. Voilà. До скорого. Увидимся с вами завтра с теми, кто новости у нас смотрит. И еще, кстати, да, не сказала, у нас следующее воскресенье стартует курс в парке Горького. Но он будет не в парке Горького. Мы будем с парком Горького вместе организовывать это. Добавляйтесь к нам на страницу в Facebook. И там есть встреча. И прямо там будет в прямом эфире занятие. Это занятие для тех, кто уже знает французский и всю базовую грамматику, но не может, например, говорить или не уверен, у него много пробелов. То есть совсем с нуля будет сложно, но те, у кого пробелы и так далее, самое оно. Бейбо. Хорошего вам вечера и до скорого. Увуах.